Вы не поверите, что с нами произошло. Мы же ребята из Сибири, которые переехали в Краков. И несколько выпусков назад я говорила о том, что здесь в Кракове проходит выставка «Голоса Сибири». В общем, про Сибирь, этнографическая выставка. Я думала, что нам нужно туда пойти. И когда я хотела туда пойти, я оказалась, что в эти дни он закрыт. Я об этом сказала в ролике, и нам на почту написал сам этнографический музей Кракова и пригласил к ним. Я напоминаю, что это видео-дневники на канале Чужаки. Я с мужем переехала в Краков где-то год назад из Сибири. И здесь мы рассказываем обо всем, что помогает людям, может быть, лучше понять другую культуру, другие народы, друг друга. В общем, как-то жить в дружбе, мире и так далее. Поэтому ставьте лайк. Представьте себе, что в Кракове, в этнографическом музее, отдельно находится выставка, который рассказывает про Сибирь. Вот Краков, вот Сибирь. Как это связано между собой? А оказывается, связано. В общем, для меня все это очень важно, потому что мне всегда казалось, что антропология, этнография, вообще изучение других культур — это безумно интересно и безумно важно. И я сейчас вот приведу несколько примеров из самой экспедиции. Ну, просто мне кажется, вообще удивительными какими-то фактами, и не только фактами историческими, но и как бы желанию, любопытству и труда человека. Вообще, собственно, экспозиция задумалась, чтобы у поляков, помимо ассоциации с Сибирью, что это ссылка, каторга и так далее, было что-то еще, связанное с культурой Сибири, с историями, связанной с этими людьми и так далее. Примерно 100-200 лет назад было 4 человека, абсолютно не связанные между собой, которые по разным причинам бывали в Сибири и привезли оттуда экспонат. Один человек был на Чукотке во время золотой лихорадки, когда там искали золото. Другой человек был в ссылке в Сибири, третий был в ссылке в Сибири, а потом был как ученый, работал на Камчатке. А четвертом человеке мало что известно вообще. Но все они привезли что-то из Сибири, очень старые экспонаты, и сейчас люди, ученые, решили съездить в эти же самые места, чтобы получить больше ответов про эти вещи, которые у них лежат. И мне кажется, это очень классная задумка, ну как задумка, научное исследование, но само по себе получились невероятно интересные истории. Иногда жизнь, она истории людей, они гораздо бывают удивительнее, интереснее, чем придуманные в книгах и фильмах, потому что жизнь часто, оказывается, подкидывает сюжеты, которые гораздо невероятнее, чем самые фильмы. И мне кажется, это очень круто, потому что, на самом деле, в каждом из нас намешано столько много культур, то есть там от папы идут одни ветви, от мамы другие ветви, от их родителей другие там еще ветви. И в нас перемешано очень много историй. Получается, что мы сами можем воссоздать собственную историю, ну как вот копаясь в собственном древе, мы можем узнать не только что-то, что поможет нам получить какие-то документы, чтобы переехать в другую страну, а можем узнать кучу невероятных деталей про жизнь наших предков. Как вот Саша рассказывал в своем ролике про то, как восстанавливать родословную, сколько там интересного он узнал про историю людей, которые кровно с нами связаны, но которые жили 200 лет назад. А, и маленькая ремарка. Вот согласитесь, в музеях часто лежат экспонаты, и ты такой, ну круто, клык в зубра, допустим, классно, лежит 100 лет. Но когда за этим стоят истории, и в экспозиции они рассказаны интересно, то все эти вещи оживают. Сейчас я приведу несколько историй. Вот, например, лежат две шубы и шапка. О них было немного известно, поэтому они поехали в эти же самые места, чтобы узнать, что это за наряды, подробнее узнать, для чего вот эти железные штучки на этой шапке и так далее. И у местных они узнали, что вообще непонятно, каким образом вот этот исследователь собанский получил эти шубы и шапки, потому что это, оказывается, свадебный наряд у этих народов. И он не передается по наследству, и его нельзя купить. Это личная вещь, которая уходит с ними в могилу. И ее нельзя было получить просто так, и перевезти в Польшу. Это удивительно, это удивительно. И вот таких шапок всего три в мире. И понимаете, ну, в экспозициях находится, и понимаете, что, получается, культура этих народов уже уходит, теряется, исчезает, вещи пропадают, потому что мы на самом деле к своей жизни относимся как к чему-то обыденному. Нам не кажется это чем-то удивительным, и мы мало сохраняем вещей. Но как для нас экзотика, не знаю, любые другие народы, так и мы для других людей такая же экзотика. И наши вещи для них удивительны. И поэтому, благодаря тому, что кто-то когда-то привез это в Польшу, а эти ученые поехали и узнали про это, сохранили это в музеях, эти шапки остались. И рассказывают свою историю, рассказывают больше про культуру этих людей, которые, может быть, уже бы не осталось, если да. То есть, ну, вы понимаете, понимаете, как вообще важно, что вы понимаете. Ну, просто вы понимаете, как много историй для кого-то просто бытовых, например, истории ваших бабушек, или как они рассказывают про своих прабабушек. Для вас просто истории, но на самом деле все это имеет культурное, важное значение, потому что мы все относимся к какой-либо культуре. Вы понимаете? Храните все дневники, фотографии бабушек, их игрушки или что-то еще. Это все очень важно, очень важно. Если, может быть, не для музеев, но хотя бы для ваших потомков. В другой комнате, что меня поразило, это мы переместимся на Камчатку. Один ученый, он работал на Камчатке как врач и как исследователь и так далее. И он был такой дотошный, что сейчас пригодилось. Он все записывал, он фотографировал этих людей, с которыми там общался, которые изучал народы. И то есть поэтому все сохранилось и все осталось. И вот видите вот эти наряды? Этот бисер не новый, ему больше ста лет, вы представляете? И он сохранился. Этот человек привез костюмы жителей Камчатки, сохранил их, все описал, сфотографировал. Но самое, что интересное, вот видите эти фотографии? Вот мужчина сидит. Это его же костюм! Это его же костюм! Представляете? И его даже есть имя у этого человека, потому что когда-то этот ученый записал все. Не знаю, это так круто, когда все эти истории оживают. И в этой же комнате находится размещено видео женщины, которые рассказывают, как ее мама учила и сухожилии вот оленей делать нитки и все остальное. Вот лежат вот эти нитки, которые когда-то сто лет... Сухожилии, которые сто лет назад привез этот ученый. И вот они поехали и записали видео с женщиной, которая рассказывает, как вот важно было это научиться, как вот в их культуре это было важно, чтобы каждая девочка умела делать вот такие нитки. Представляете? Представляете? Мне вот самой бы безумно хотелось поездить по всем этим местам. Но проблема в том, что в России так дорого поездить по этим местам. То есть это реально нужная такая экспедиция, чтобы кто-то их спонсировал, чтобы ездить, искать эти истории и так далее. Что двигают учеными? Любопытство — великая вещь. Что я хочу сказать? Пересказывать, наверное, весь музей, конечно, нет смысла. И кому интересно, можете ознакомиться с сайтом. Здесь все описано. Все вещи, которые имеют отношение к сибирской культуре, которые вот лежат в Краковском музее, какие истории за ними спрятаны, все это описано. Кто живет в Кракове, вы еще можете сходить на эту выставку. Она безумно интересная и красивая, и очень атмосферная. Это очень круто. Это очень круто изучать других. Мы вроде все люди как бы, ну все одно и то же. Любим, страдаем, умираем, убиваем, кушаем и так далее. Любим, не любим и так далее. Но у нас вот столько есть интересных бытовых нюансов, которые очень важны, которые очень много говорят о нас, как о людях, как об обществах. Так здорово, что мы на самом деле, вот несмотря на все эти там, не знаю, общий плохой новостной фон и так далее, но мы интересуемся друг другом. Нам любопытно, что у нас есть разного, что у нас есть общего. Для чего эти вещи, для чего эта шапка, для чего вот эти ботинки и так далее. И что самое главное, что у каждого из нас на самом деле есть абсолютно интересные и уникальные истории, которые важны и нужно рассказывать. Вот что я хочу сказать. Поэтому спасибо музею, что позвали нас. И я наверняка кучу моментов упустила, забыла, и потом такая вот сейчас выключу камеру и скажу, а, я еще это хотела сказать, но люди, это интересно. Ну, блин, это же все так интересно. Ну, блин, это же все так интересно. Ну, согласитесь. И ставьте лайк за это. И подписывайтесь на канал когда-нибудь. Может быть, и у меня получится искать невероятные истории культурные. Поэтому подписывайтесь, пока мы просто рассказываем про наши различия и общности, которые хотя бы лежат на поверхности. Вот. Всем хорошего дня. Разговаривайте со своими родственниками. Это я сказала. Мама, я научилась. Это было просто шесть.